До конца месяца жители многоквартирных домов должны решить, как аккумулировать средства на капитальный ремонт, доверить деньги региональному оператору или организовать отдельный счет. О том, как этот процесс идет в Волжском, расскажет наш корреспондент. В октябре жители Волжского получат первые квитанции на оплату капитального ремонта многоквартирных домов. Как и в целом по региону, ежемесячный платеж будет рассчитываться, исходя из тарифов в 5 рублей 6 копеек за каждый квадратный метр квартиры. Теперь жители должны определиться, где будут аккумулироваться эти деньги – на спецсчете дома или у регионального оператора. Со способом накопления в Волжском определились лишь ТСЖ. По многоквартирным домам идет заочное голосование. У нас определились 7 ТСЖ с отдельным спецсчетом. По остальным домам 1111 домов проводились собрания в форме очного. Но, к сожалению, решения принято не было. В настоящее время идет процедура уже заочного голосования. И если в случае того, что собственники не определяют способ формирования накопления денег на капитальный ремонт, то они автоматически попадут в способ, где будут формироваться в общем котле у регионального оператора эти деньги. Так какой же способ накопления средств на капремонт выбрать? Перечислять деньги в общий котел региональному оператору или организовать специальный счет для своего дома? Эксперты утверждают, что здесь нет единого рецепта. Для каждого дома своя целесообразность. В больших домах, наверное, более целесообразно определять спецсчет, потому что денег больше и можно в более короткие сроки накопить сумму, необходимую для выполнения капитального ремонта той или иной конструкции или инженерного оборудования. Если дом небольшой, наверное, способ спецсчета, наверное, менее выгоден, потому что придется долгое время накапливать тот объем денег для выполнения какой-то работы. Если жильцы не определятся со способом накопления средств на капремонт, то деньги автоматически будут аккумулироваться в общем региональном фонде. Свой выбор волжане, как и жители многоквартирных домов в других муниципалитетах региона, должны сделать до 22 июля. Отчисления начнутся уже этой осенью, а сама работа по ремонту многоквартирных домов стартует в Волгоградской области в следующем году.